Да, уважаемые друзья, у меня здесь Алексей Кузьмин, здесь знакомый. Я хочу сказать о ваших художниках. Я заметил, что они похожи друг на друга, потому что не главная черта на лице – это одухотворённость. Понимаете? Одухотворённость. И вот два дня назад я вечером случайно встретил Юлию и нашла одухотворённую. Летела она, когда готовила эту выставку, и я увидел это. И я написал стихотворение. Я думаю, что… Подождите, нет. Оно прямо точно к этой выставке относится, потому что вы поймёте, в каком искусстве здесь будет речь идти. Оно тоже прямо на одной стене стоит. Называется «Ода стеклу». Есть… Ломоносов писал «Не правы те, любезный граф Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов». А в конце он там сказал «Не злату, но стеклу». Это эпиграф «Не злату, но стеклу». Оно, Ломоносов, воспою ли, как ты, калёное стекло? Да, есть у нас красава Юля и огневое ремесло. Она у пламени в подвале над кейзером кипящих руд. А рабы выдержат едва ли подобный жар, подобный труд. Но лёгкость, словно перепонки в плодах нелёгкого труда. Богаты колерам и звонки пищеприёмные блюда. Крещендо атомного веса, хрустальных грёз веретено. Но полсекунды голос веса бросает, не хрупнет ли оно. Версты не размыкают люди, не брызнет звонкое стекло. Когда прижмёшь его по груди, оно прохладное тепло. И всякая выпуклость, и впуклость, оно листы или мосты. Почти живительные угли неповторимой красоты. Такого нет нигде на свете. И я тарелочку несу, иные держат мне в буфете. Картинкой вешают красу. Михайло, где бы там ни врали про Русь, Хулу или Хвалу, Глуха Сибирь, но на Урале Виват и злату и стеклу.